Уважаемые зрители, мечта каждого футболиста — выиграть как можно больше трофеев. Ведь целью многочасовых тренировок и упорных матчей на протяжении всего сезона являются титулы. И некоторым игрокам за карьеру удается взять просто немыслимое число медалей и кубков. Голл-24 рассказывает о самых титулованных игроках в мировом футболе на клубном уровне. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? А теперь продолжим. Десятое место. Паоло Мальдини. 26 трофеев. Воспитанник Милана провел всю карьеру в одном клубе, в котором стал настоящей легендой. За 25 лет в стане Рассанери Мальдини завоевал невероятных 26 трофеев. Паоло 7 раз становился чемпионом серии А, брал кубок и суперкубки. Но главным его достижением стали 5 трофеев Лиги чемпионов и ровно столько же суперкубков у Ефа. И это все с одной командой. Невероятный результат. Девятое место. Криштиану Роналду и Дарио Сырна. 27 трофеев. Как бы странно это ни звучало, но в этом топе Кришни входит даже в тройку. Роналду начинал свою профессиональную карьеру в спортинге, с которым завоевал свой первый трофей – суперкубок Португалии. Вскоре последовал трансфер в Манчестер Юнайтед, где Криштиану полностью раскрылся, как игрок мирового уровня. Конечно, с красными дьяволами пришли и титулы. В Реале проблем с трофеями не было совсем. Чемпионаты, кубки и целых 4 Лиги чемпионов. Именно в Мадриде португалец стал одним из лучших футболистов в истории. После 9 лет в Реале Роналду перешел в Ювентус и в первом же сезоне взял суперкубок Италии серию А. В общей сложности у Криша 27 трофеев. Но это далеко не предел. А вот хорватский защитник Дарио Сырна за свою карьеру сменил всего 3 команды. Но этого хватило, чтобы стать одним из самых титулованных футболистов в мире. За свою долгую карьеру Дарио выиграл 27 трофеев. Сейчас Хорват доигрывает в кальере. Ну а наши надежные друзья из One X – это профессионалы своего дела, которые предлагают широкую линию для каждого любителя спорта. А также множество отличных бонусов по нашему промокоду. Вся информация под видео. Восьмое место. Хави и Серхио Бускец. 29 трофеев. Седьмое место делит двое футболистов. До недавнего партнеры по одной команде. Хави и Бускец. Хавьер – настоящая легенда команды, который в тандеме с Иньестой и Месси творил чудеса на поле. Воспитанник Барселоны провел в команде 17 лет. И за это время выиграл с синегранатовыми 25 трофеев. В 2015-м Хави уехал доигрывать в Катар. Но даже в составе Альсада он продолжает выигрывать трофеи. Плюс 4 титула для полузащитника. Серхио Бускец тоже заканчивал Академию Ла Масси и с 2008 года регулярно выступает за Барселону. За 11 лет Серхио завоевал с каталонцами свои 29 трофеев. Учитывая, что ему только 30, коллекция испанца может пополниться еще не одним кубком. Седьмое место. Златан Ибрагимович, Витар Байя и Кенни Далглиш. 31 трофей. На шестой позиции расположились сразу три футболиста. Ибрагимович является одним из лучших форвардов современности. Он выигрывал национальные чемпионаты Голландии, Италии, Испании и Франции. Везде, где играл Златан, был успех. Единственное, с чем не повезло, это с Лигой чемпионов, которую Ибра так и не взял. Швед дважды становился чемпионом серии А с Ювентусом, но эти титулы были аннулированы. Именно поэтому Ибрагимович делит лишь седьмое место с двумя другими игроками. Витар Байя за свою карьеру играл за Порту и Барселону. С родной командой вратарь завоевал всевозможные португальские и международные трофеи. А также помог каталонцам взять чемпионство и несколько кубков. Кенни Далглиш является легендой мерсесайцев и, наверное, очень радовался выходу красных в финал Лиги чемпионов. В карьере шотландец выступал за Селтик и Ливерпуль. С первыми он взял 9 трофеев. Со вторыми — 22. На счету каждого футболиста по 31 трофею. Шестое место. Андрес Иньеста. 32 трофея. В 16 лет испанец защищал цвета синегранатовых и являлся одним из лучших полузащитников современности. Он является девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Всего на счету Иньесты 32 трофея на клубном уровне. Сейчас легенда доигрывает в Японии. Кто знает, может и там получится взять пару титулов. Пятое место. Жерар Пике. 33 трофея. В том, что он заиграет за Барселону, не было никаких сомнений. Его дедушка был президентом клуба и настаивал, чтобы Жерар занимался в Академии каталонцев. Однако свою карьеру Пике начал строить в Манчестер Юнайтед, с которым и взял первые трофеи. А потом последовало возвращение в Барсу, в которой защитник выступает 11 лет. И за это время Жерар выиграл все испанские и международные трофеи. Четвертое место. Лионель Месси и Райан Гиггс. 34 трофея. И Лео, и Райан. Легенды своих клубов. Лионель один из лучших игроков в истории футбола. Выступает за Синегранатовых 16 лет. Пятикратный обладатель Золотого Меча является лидером команды, с которой завоевал 34 трофея. Но мы знаем, что титулов будет еще больше. С Гиггсом почти та же история. Воспитанник Манчестер Юнайтед на протяжении всей карьеры был верен только одному клубу. Но несмотря на скандалы, Райан стал любимцем фанатов. На протяжении 24 лет он демонстрировал стабильную игру, помогая команде выигрывать все новые трофеи. Всего на счету валится 34 трофеи. Из которых рекордных 13 титулов в премьер-лиге. Третье место. Александр Шашковский. 35 трофеев. Бессменный вратарь киевского «Динамо» по праву стал одним из самых титулованных игроков. Всю карьеру он провел в родном клубе, сыграв больше матчей за «Динамо», чем Олег Блохин. Особенно ярко Шашковский проявил себя на Мундиале 2006 года, отразив все три пенальти в послематчевой серии со Швейцарией и выведя сборную в четвертьфинал турнира. За свою карьеру, которая длилась 23 года, Александр завоевал 35 трофеев. И все с одной командой. Это очень достойно. Второе место. Андраде Максвилл. 37 трофеев. Он начинал карьеру в Крузейра, а затем выступал за такие гранды, как «Аякс», «Интер», «Барселона» и «Парис Инжермен». Во всех командах он брал трофеи. Кубок Бразилии, все голландские, испанские и французские титулы и даже Лигу чемпионов с каталонцами. Всего Андраде отыграл 17 сезонов на высшем уровне, закончив карьеру в 2017 году. Бразильский защитник выиграл, вдумайтесь, 37 титулов. Но даже это не самый лучший результат. Первое место. Дани Алвис. 39 трофеев. Да, именно он является самым титулованным футболистом в мире. Бразилец начинал на родине и с клубом «Байя» выиграл свои первые трофеи. Дальше была Севилья, с которой Дани взял пять кубков. Затем последовал переход в Барселону, где Алвис стал легендой клуба, одним из лучших левых защитников мира. С каталонцами он выиграл 23 трофея. После ухода из Барсы бразилец поиграл в Ювентусе, с которым взял золотой дубль. Дальше ушел в ПСЖ. С парижанами он завоевал шесть титулов. В общей сложности у Дани Алвиса накопилось 39 клубных трофеев. Просто немыслимый успех. Но кажется, на этом прославленный бразилец останавливаться не намерен. Далее вопрос. Этот бельгийский футболист всю карьеру играет в Италии. Но за 14 лет он пока не завоевал ни единого трофея. Друзья, о ком идет речь? Ответ. Раджан Айнгалан. Бельгиец играет всю жизнь в Италии, в том числе за Гранде, Рому и Интер. Но пока ему не везет. На его счету нет трофеев. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok